На большие экраны возвращается анимационный фильм «Кощей. Начало». История о добром волшебнике завоевала сердца маленьких зрителей. Кассовые сборы за предыдущий прокат составили 130 миллионов рублей. В российский кинотеатр вернутся и картины Сергея Бодрова. Что можно посмотреть на этих выходных, узнал Тимур Чешков. Он ездит на байке в плаще и в маске по виду преступник в действительности волшебник. Еще до того, как стал бессмертным, таким Коще вообще сложно представить. Даю рукоятку на отсечение, что в таком славном месте белого призрака быть не может. «Кощей. Начало» погружает зрителя в огромную сказочную страну. В Дивноморье сотни персонажей. Водяной, Баба-Яга, только молодая и красивая. И верный друг и спутник героя Меч-Кладенец. Озвучивал его Тимур Родригес. Я должен тебе признаться, я не герой. Я не герой, я соврал в резюме. Во-первых, это высочайший уровень анимация. Это тогда, когда и родителям интересно, потому что есть шутки, ориентированные на родителей. Надожившей картинкой работали лучшие аниматоры из разных уголков мира. Создатели ориентировались на визуальные решения, которые свойственны большому кино, чтобы не оставить равнодушным ни одного зрителя. Видеть звезд Голливуда на большом экране мы будем реже. Но вот российские премьеры и легендарное кино в кинотеатрах крутить будут чаще. Проблема одна есть. Конкурент. Конкуренты ушли, бросив и фанатов и кинотеатры без новых лент. На всех экранах страны для зрителя постарше покажут фильмы «Брат» и «Брат 2». Билеты разлетелись, как горячие пирожки. Ну, брат, ты даешь! Зрители уверены, премьеры западные еще получится увидеть. А пока можно пересмотреть любимые фильмы. Это все-таки наследие культуры. В любом случае, культуру, ее нельзя взять, закрыть, не дать там читать, запретить. В любом случае, она находит свои выходы. Если она интересна зрителю, читателю, она появится все равно. Найдет своего зрителя, найдет своего владельца. Кинотеатры берут курс на импортозамещение и в баре. Теперь попкорн из российского зерна и привычный всем вкус газировки. Повторный показ нашумевших премьер – точечное решение проблемы. Голливудские ленты составляли порядка 70% прибыли кинотеатров. Те меры поддержки, которые на данный момент запущены, в том числе при поддержке Фонда кино, Министерства культуры Российской Федерации, мы стараемся нивелировать это, в том числе запуском, перезапуском картин достаточно легендарных для нашего кинопрокатов. В планах прокатчиков запускать фильмы из Болливуда и искать новые форматы работы. Между тем, Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась с просьбой к правительству оказать поддержку в 4 миллиарда рублей. С этой суммой отрасль сможет работать без повышения цен 3 месяца. Тимур Чешков, Елена Каткова, Александр Черник. Вести, Югория, Хантамансиск.